Робники Пробник Мы получаем совершенно бесплатно Идеальный, почти натуральный тон Который даже не похож на тон Он похож на Иногда на твоём лице происходит вакханаля И тогда ты берёшь пробник А не консилер, как все нормальные люди На самом деле мне правда просто вручили Пару миниатюр какого-то Живанышевского Неплохого тона с сиянием И уходом, которое ещё и содержит Защиту от солнца Кому нужна защита от солнца зимой спросите Но Попрошу заметить, мне тут сказал Мистер Сай Что там на улице Нынче солнышко и тепло и 19 градусов Я слышала такие цифры Это ведь Лето? Можно ли назвать это Лето? Сейчас и проверим Солнышко, лето, лето, лето Где лето? Там лето, а это лето Трава Не то чтобы тут её не было Но она такая длительная Что это за плямба непонятная на небе? Не знаю, что это за такое Я человек с Питера Я не знаю Знаете, у нас в прошлом году летом Стоял такой клёвый навес Мы там с Фэмили тусили А ещё приезжала моя мама и мы там тусили Хотите я вам его покажу? Это то, что с ним стало за зиму Мы следили Теперь он лежит там, как воспоминания А у нас есть Резон Сделать нормальную террасу Нет, крыльцо, нет, беседку Блин, интересно, на улице реально так тепло? Сейчас я оденусь и ой Вот это я лохматая Ой-ой-ой-ой-ой Ой, какой кошмар Вот увидят меня мухи Чё скажут-то, чё нажужжат? Мамки расскажут, пожалуйста, скажут Не причёсывается дочь твоя Зато у дочери есть Фотик Я залью туда плёнку У меня тут просто Веркало Я в нём часто фоткаюсь На улице так тепло, что Сай решил помыть машину Мммм Я чувствую себя глупо Я просто с селфи-палкой И с фотиком Ха-ха-ха Дайте мне экспонометр Если я сейчас не положу эту штуку Я... Я же... Я же помру Ой, страна Какаядешна вспомнать Ха-ха-ха Так Ха-ха Она выглядит тупо и смешно Так В restrictions ОООО Я очень надеюсь, что у меня там вообще всё нормально с плёнкой Что я её в этот раз нормально зарядила Потому что если нет То плакали все мои великолепные кадры И мне просто определённо не нравится этот просто прокручивающийся звук там А я вполне могла зарядить её неправильно Ай как неудобно одновременно фотографировать Съезжай селфи-палку. Там, наверное, Сань. Я его вижу. Я сделаю фотку. Сныки-фото. Сныки, сныки-пыки. Несколько много. Не замечай меня, Сань, не замечай. Стой там. Не замечай меня. Он меня не заметит. Здесь он будет под тачку. Тачку, прокачку. Нет, всё-таки я хорошо был, если бы он меня заметил. Тогда бы я смогла поймать его прекрасное лицо. Может, крикнуть? Он не замечает. Ему всё равно на мои страдания. Да посмотри, ты сюда, да боже мой. Сань, какой же ты против... Он меня заметил, специально отвернулся. Сань, такой красивый. Не даёт себя фотографировать. Сань же, ну Сань же, ну Сань же, ну Сань же, ну. Вот это вот клёвая фотка. Давай, поливай своего пулемёта. Сань в своей привычной среде. В своём привычном четверге. Я-то, конечно, выгнала лицо. Там ведь всё равно очень тепло. Как-то не очень тепло. Ну, ощущается мне по-весеннему. Ощущается по-летнему. Как-то Сань пукает. Контент. Я буду себя фотографировать. Почему? Потому что ты красивый. А ещё ты выглядишь так мужественно, когда моешь тачку. Знаешь, мне очень нравятся люди, которые ковыряются в машинах, водят машину, моют тачку. Все такие пахнут соляркой. Слава богу, у меня машина соляркой не пахнет. Твоя машина не пахнет, а ты пахнешь. Я сейчас поставлю треногу. Трическа. А четвероногу? Четвероноги у меня нет. Была бы у меня четверонога, я поставила бы четвероногу. Делаем ставки, сколько она простоит, пока её ветер не собьёт. Будет забавно, нет? Такой пейзаж. Такой просто покопотелить. Тут уже бабочка, бабочка. Там бабочка полетела, такая красивая, большая бабочка. Самая обычная, стандартная. Как её? Крапивницу, по-моему, называют. У нас тут остались куски фейерверков, которые не были убраны. Угольки. Когда-то здесь стоял плавовик. Мы построили снеговика, которого мы назвали полговиком, потому что у нас тут уже плов. Плов. Огромная тарелка плова на Новый год не помещалась никуда, кроме как у снеговика. Снега было много. У нас был огромный снеговик. У него были угольковые глазки. А это вот тут примятая трава осталась. Там есть черепашечка, маленькая черепашечка. Нам очень не повезло с тем человеком, который засаживал нам деревья. Те, которые здесь есть. Как вам такие туи? Если вам кажется, что они под 70 градусов, то вам не кажется. Если бы вы ещё знали, сколько бабла она собрала за это. Если вам когда-нибудь попадётся мастер по засадке вашего сада по имени Маша, не связывайтесь с ней. Ах, да я эту машину знать не знаю. Это что такое? Она слишком белая. Наша машина не такого цвета. Ты куда машину делал? С мою машину? А это дворник для протирания воздуха вокруг машины. Она озонирует воздух вокруг машины для того, чтобы можно было лучше увидеть, что там за задним стеклом, когда смотришь в зеркало заднего вида. Отвечаю. Она ещё муху помогает отмахивать. Ой. Если вы мне не верите, не верьте. Представляешь, что ты... Не надо. Пойду-ка я отсюда. Ну, это, кстати, мы... С этими шоточками вашими. Спасибо. Я такая висячая. Мне кажется, в глубине души Саря хочет сдать мне на органы. Но это не точно. Чай! Блин, у меня чай остался. Между прочим, мне сегодня пришли тени. Тени, которые я так сильно хотела. Они вообще-то лайм-краймовские. Не знаю, кому-нибудь из вас что-нибудь это скажет. Надеюсь, что да. Я хотела заказать их с сайта Лайм Крайм, с оригинального сайта Лайм Крайм. А их там нет. Чего сейчас Лайм Крайм происходит? Чего с ним творится? Почему они всё распродают? У них всё так дёшево и страшно. Почему они убрали бесплатно доставку вражку? На моё счастье. Моё счастье. На моё счастье в России оказался. Продовец, у которого я нашла этот прекрасный, замечательный сет теней. Здесь я просто вижу, насколько же это охрененно выглядит. Самое крутое в этой палетке то, что у неё вот эта часть и вот эта вот женщина прекрасная. Они светятся в темноте. А ещё у меня пришли фигурки по Сплатону. Знаете такую игру Сплатону? Она клёвая и там есть Сплатон. Такие классные фигурочки. Просто курс. Это мои первые фигурки по Сплатону. Правда, у меня определённо где добыли ещё одни. Но если эти первые, то те вторые. И я не помню, где они стоят. А ты, бред какой-то. Ну и ладно, найду потом. Сай. Кто додик? Я додик. Почему? Я искала по дому фигурки, которые ещё даже не релизнуты. Я была твёрдо уверена, что я уже держала их в руке, что они где-то в этом доме. Наверное, мне это всё приснилось. Я дурак? Да. Почему? А почему, да? Скажи, ты мне ненавидишь? Нет. Смотри, какие! Хочешь жвачку? Я дам тебе жёлтую. Это вот такой жёлтый. Может, хоть зелёный? А зелёный цвет крутой. Тебе нравится зелёный цвет? Мне нравится красный цвет. Тебе такое ощущение, что муху мучаешь. Или афу? Нет, да. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, творящуюся на улице. Моночка сладкая, ты когда-нибудь была на улице? Моночка. Моя сладкая девочка. Ну, ни чем-то тебя не расшевелить. И всё-таки прокомментируйте ситуацию. Что вы думаете о наших подписчиках? Обычно бы более болтли. Это поменяет мне ситуацию, если бы меня утром разбудили и тут же начали мне какие-нибудь дурацкие вопросы задавать. А я такая просто, как слипшийся пельмень. А пельмени это очень вкусно. Ну, посмотрите. Я кисточки себе вчера купила. Какие? Что ещё для жизни-то надо, боже мой? Что же надо для счастья-то, господи, боже? Они такие красивые. Ещё мне вот такую открытку прислали. За мяами. На Новый год. Когда уже лето близко. Зашибись. Почему? Да потому, что все посылки застряли. Вот такая посылка пришла вчера. И здесь была открытка огромная. Коробка для того, чтобы прислать мне открытку. Это так практично. Господи боже. Спасибо. Улипочка. Мамелоди. У неё бантики в глазах. Она такая же красивая, как Куроми, только Мамелоди. Это получается. У меня теперь все три любимых персонажа из Санрио. Килу Китти. Мама Мелоди и Куроми. Моя обязательно распакует. Это случится не через год. А ещё пришла моя долгожданная посылка из любимого магазина. Не скажу, какого. Сейчас поймёте. Всё вам заранее скажи, вы потом возьмёте и перемотаете. А вдруг там что-то интересное? А вы такие, ой, я предвзятый человек, и я думал, что это не очень интересно, поэтому не смотрел. Как нормальный человек открывает коробку? Я хотела сказать, как нормальный человек срезает скотч из коробки. Как нормальный человек срезает скотч из коробки? Как срезаю я? Сложно. Что будет дальше? Сложно, что будет дальше. Боюсь подумать. Об этом я. Кстати, клёвая песня прекрасного мальчика по имени Федя, который в программе сменился. Помогите. Ладно, может быть, он не специально в программе сменился. Может быть, он шлёт своей девушке, а присылает мне. А, погодите. Я так давно мечтала о таком листе бумаги. Господи, я ведь могу теперь еду в России. Ещё два! Два листа бумаги. Какая крутия. Чек! Я лучше магазин у тебя. Обожаю. Ну всё, дальше там больше ничего интересного. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и не забудьте про колокольчик, потому что... Уведомления. Знаете ли, я вот так вот положу руки на край экрана. Знаете, уведомление такая вот нехорошая от человек, что она не хочет приходить, когда надо. А канал мёртв, поэтому... Вам надо его оживить. Ладно, я посмотрю, всё-таки, что здесь ещё. Жвачка! Они такие добрые. А ещё здесь... Вторая жвачка. Без шуток. Без шуток. Макарон. Ламахром метрополис. Ламахром пырпул. Они утверждают, что на ламахром пырпул будут получаться вот такие фотографии. А на эту катушку должны получаться полисепийные, холодные, контрастные фотографии. Как они специально делают двойную экспозицию на обычном плёночном фотике? Как? У меня однажды получилось. Я не поняла, что я сделала. Восемьсот! Восемьсот! У меня теперь есть восемьсот! Где моя прекрасная рыжая модель? Кино! Кудакар ковр. А! 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 Киноплёнка! Мы этого не видели. С первого раза. Зацените, какие клёвые получаются фотографии на плёнку. Это Моцарт, моя собачка. А это лицо интеллекта. Вы смотрите на эту фотографию, и ваш интеллект повышается. На самом деле, Федя просто контролирует левитацию яблока. Уже эту фотографию, она получилась просто идеальной. Я надеялась, что, возможно, будет какой-то более срадый эффект. Но, как оказалось, эффект получился, наоборот, даже интересный. Я столько ловила этот кадр. Моцарт никак не хотел стоять на месте. Да, мою собаку зовут Моцарт. Я назвала его так, потому что я очень люблю шоколад Моцарт. Тут самый сломанный мис. Федя не верит, что эта фотография проявится. Посмотрите на эту улыбку с облажнением и полной надеждой. Да, мы в этом Моцарт всё знает. Мы смотрим Гамбала. А вот фотография, про которую я говорила, она у меня получилась двойной экспозицией. Как это вышло, я не понимаю. Они были сделаны в разное время, в разных местах, но совместились вот так. Ах, Сай. Ах, Сай. А это моя рыжая красивая дурь. В общем, фотографировать на плёнку сплошное удовольствие. Да, Федя. Собственно, если сравнить, как такие фотографии получались на мобилу, например. Кстати, это Фунду Фэмили. Они приезжали ко мне летом, и мы тусили. Это Данушка. Это наши ребята, их тут так много. Это Савара, и он самый меткий. Это Сахар, и он очень весёлый. Это Сай, он умный. Это Паша, и он красивый. Это Иннокентия, и я не знаю, кто она. Фёдор Седлалса, я в прямом эфире. А это Никита, и он Сек. А это Макс, и он крутой. А это Найзер, и она наша красотка. А это ноут, который я разрисовала Феде. А это Фантом Фамили. Проникает там кого-то не попало. Это Голубь, и он делает курлык. А это Дима, я люблю Диму. А это мы снимали клип на день рождения Сойки. Да вот так вот мы все друг друга любим. Дамушка такая красивая. А это Федя, ему тут всего 10 лет. Ну, вы поняли, да? Ну, там мутно все. Мутной кожи. Я люблю свой альбомчик. Вообще-то Фантом Фэмили это очень крутые ребята. Фантом Фэмили. Ну, вот бы мне когда-нибудь стать такой уж, как Фантом Фэмили. Вот бы мне когда-нибудь попасть в Фантом Фэмили. Тогда бы мы, наверное, играли в Нерф. У нас была перестрелка. В чистом поле. Как вам такое? Очень интересно. Вот это да. Я почти ничего не вижу. Нет, не гасни. Не гасни, ради бога, родной. Нет, я знаю, что ты хочешь сесть, но не гасни, пожалуйста. Я ничего не вижу. Я почти прошла тетрис, чувак. Это намек. Что типа, Майя, давай, ну-ка иди, это самое. Отвлеклась ты очень сильно. Я бы прикол его включила. Я почти пошла. Я почти прошла тетрис. Он выключился. Хорошо, я поставлю тебя зарядить. Я поставлю. Без проблем. Это игра, кажется, такой медленной теперь. Уберите от меня все консоли, чтобы я не играла, когда снимаю видео. Все, доброго. Оставляйте свои комментарии, ну наживляйте канал. Спасибо всем, кто оживляет его без просьбы. Я вам за это подарок дам. Сердечко. Зато души. Каждый раз вилкой в глаз И никто не спросит нас Был ли выборный какой По стандартам мы отстоим Без проблемы, без души Сколько на ушах лапши А еще там есть колбаска и пельмешки И сосиски Мышки Это вам не шутки Это не съедобно И совсем невкусно Но зато прикольно Когда сосиски и мышки На каждом повороте Только вот пельмешки Все-таки получше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!